привет привет мои прекрасные друзья благодаря тому что мы попали в трафик хочу вам показать за листьями вот этой асоки там заповедник на соляных музей соли в поморе и птицы птичьи заповедник попробую показать то есть там есть фламинго сейчас вот пролетал орел раз уж мы стоим то покажу вам абсолютно неожиданный трафик сейчас покажу его количество чтобы вы понимали помимо заповедника покажу количество машин вот обратите внимание причем мы не знаем это закрытие какое-то или намаление линий намаление уменьшения или же там авария в любом случае давайте используем этот момент для познания окружающей среды и немножко заповедника я надеюсь вам это будет интересно мне вообще кажется все что интересно мне должно быть интересного хотя не люблю слово должно быть хочу могу и должен должны слиться в одном и тогда мы достигнете гармонии в себе и окружающей среде так ну вот нет не сильно видно сквозь деревья там просматривается это заповедник лучше бы чтобы там была все-таки асока сейчас подберу ракурс и покажу поближе так вон там просматривается плавней и вот в этих плавных находятся птички вот сейчас как раз время гнездоваться гнездение гнездования но вот так когда то мы посмотрим может быть кто уже родился посмотрим на их стаи более медленно ну вы просматривается что там дальше идет водоем и в общем-то все действие любовное происходит там люди не сильно допускаются то есть это пустынные места просто хочу чтобы вы знали что это тут есть природа охраняется и она тут бурно расцветает не только в плане растительности то есть флоры но и фауны в данном случае птиц трафик абсолютно жуткий потом может быть в примечаниях объясню что случилось риск не тут залили цементом площадочку я думаю что можно наблюдать как орнитологи обычно делают а знаете что писатели и орнитологи британии по крайней мере в начале двадцатого века это были шпионы в частности somerset моем приехал во владивосток до семнадцатом году и доехал до питера там познакомился с саленковым и наверное делал какую-то подрывную деятельность но во всяком случае при этом путешествие с востока в центр столицы он познал русских и сказал что они не могут использовать свой момент уж больно лениво и нерасторопно это он про революцию в данном случае про контур революцию когда все могло повернуться иначе но не зря он там был наверное было у него такое задание я вообще непомерно была удивлена узнав что он был разведчик и имел какие-то функции потому как как писателя я его очень-очень люблю и уважаю и когда я узнала что невзирая на то что он был женат он был модной ныне ориентации так вот я никогда бы не сказала это не потому что так красиво он описывал дамскую душу не только в общем хороший психолог но и словами шикарно за что я люблю somerset мой запомнил да ну орнитологи написавшие несерьезные книги о вот там видите фламинго макс фламинго я их нашла да так вот книги были хорошо написаны и научно то есть джентльмены чем хорошим виду хорошего образования они все функции в частности разведывательные и так далее совмещают с научным поскольку они обучены на успех таки вот дорогу тут делают поэтому страшный трафик так возвращаемся к нашим писателям орнитологам разведчикам вот делают дорогу а вот наши плавные самолетик болгарского аэропорта вон видите это были фламинго самолетик сделаю ближе вот приблизимся к аэропорту потом так надо закончить спичку писательных разведчиков потом расскажу вам по искусствоведа бланта не могла найти сейчас обнимаю вас заповедниковой любовью в плавнях чао-чао мои прекрасные друзья субтитры создавал DimaTorzok